Чем могла на самом деле обернуться калийная афера, как никто другой понимает те, чья жизнь уже не один десяток лет связана с белорусской олим. Ведь одновременно со строительством калийного гиганта в конце 50-х в столичном регионе страны начали возводить целый город. Соли-55 сегодня Солигорск один из самых молодых и современных городов страны. История одной семьи как история целого города в репортаже Сергея Хаментовского. Для меня это как бы моя работа и мое хобби и моя жизнь. В этой семье даже рассыпанная во время ужина соль, вопреки всем приметам, только к счастью. На Солигорском Белорусской олии братья Александр и Сергей Селивановы работают уже больше 20 лет. У каждого своя семья и собственный дом. Кстати, старшему из братьев Александру участок под строительство выделил калийный гигант. Младший Сергей свой дом построил прямо напротив. Социальный пакет у нас всегда. В отпуск человек идет, рабочий, получил оздоровление. Ну, в зависимости от стажа. Там человек чем больше проработал, немножко там больше. Плюс в санатории у нас есть свой белоруськалевский, березка называется. Оздоровление, пожалуйста, можно брать путевку. Когда-то на Белоруськалии трудился и отец братьев Селивановых. Отдал предприятию почти четверть века. Именно он, говорят сегодня горники, рассказывал им, какими непростыми были для белоруськалия 80-е, 20-го века. Забастовками и невыплатой зарплат. И как в середине 90-х произошло возрождение предприятия. В отличие от многих других гигантов на постсоветском пространстве, белоруськалий не дал разворовать и приватизировать президент. Господдержка, полученная тогда, позволила возродить производство и сохранить стратегическое для страны предприятие. Да, кризис. Но, однако, наше предприятие достойно вышло. И не то, что предприятие, а наша республика не разбазарила такое предприятие. То есть вышли, перетерпели эти все трудности. И сейчас предприятие наше нормально работало и процветает. Сегодня ту историю признаются шахтеры в семейном кругу они вспоминают часто. И поводом тому стало предотвращение белорусскими правоохранителями грандиозной калийной аферы уже в 21-м веке. Что было бы с ними и с тысячами других семей горняков, если бы попытка рейдерского захвата стратегического предприятия удалась. Они даже и думать не хотят. Повезло просто нам, что наше руководство вот это вовремя обнаружили. И они не дали этому распространиться. Поэтому у нас все осталось. Мы будем работать. Об этом говорят практически все жители Солигорска. Ведь они, как никто и другой, понимают, что белоруськалий не просто предприятие, а предприятие, которое дало жизнь их родному городу. Хотели отобрать предприятие, да и все. Кто-то хотел заработать деньги на нашем предприятии, на белорусском. Калийные руды – это запасы общенациональные. И это резерв стратегический нашего государства. И каждого человека, и каждого белоруса. Потому такая негативная реакция у всех жителей Солигорска. И, наверное, и у всех жителей Республики Беларусь. Всего за 55 лет Солигорск превратился в город с населением свыше 100 тысяч человек. На белоруськалии работает каждый шестой житель района. Предприятия формируют львиную долю бюджета города. И появление первой в Минской области ледовой арены, современного спортивно-зрелищного комплекса, новых школ, поликлиник, равно как и расцвет города, заслуга Беларуськалия. В нашем городе социальные объекты возводятся почти практически каждый год. В ближайшее время у нас в планах строительство детского садика на 330 мест. Садик Беларуськалия. Также в 18-м микрорайоне строительство поликлиники. И для города, конечно, очень важно реконструкция устройства улицы Набережной, прибрежной зоны. Согласно этому проекту, очень много объектов будет размещено по улице Набережной, в прибрежной зоне. Среди них будет и аквапарк, и амфитеатр, и также всевозможные кафе. В том, что и этот проект будет реализован, сомнений нет. Только в этом году, благодаря серьезной финансовой помощи, Беларуськалия – порядка 30 миллиардов рублей. Обновились улицы города и дворы в спальных районах. А для более 700 ребят первый звонок в новом учебном году прозвенел в абсолютно новой школе. И это не просто школа, это современный учебно-педагогический комплекс. Здесь еще будут детский ясли сад для 230 малышей. На все это Беларуськалий отдал еще 8 миллиардов рублей. На этот рейдерский захват, и надо было отвоевывать, естественно. Хорошо, что отстояли и отвоевали. Это крупное предприятие, градообразующее, которое дает существенную прибыль. Проработал 44 года в Беларуськалии, и очень переживаю. Наше дело – работать, и все. Мы тогда будем иметь, будем зарабатывать деньги. Будут дети наши счастливы жить, учиться. В последнее воскресенье августа Солигорск стал именинником в 55-й раз. Можно долго перечислять, чем славен Солигорск, но, несомненно, самое ценное, что есть у него – это люди. Просто жителями Солигорска они называют себя редко, отождествляют себя скалийным гигантом, гордо заявляя «вместе мы – Беларуськалий». Сергей Хоминтовский, Екатерина Шибко и Екатерина Берецкая. Агентство теленовостей.